добрый день дорогие друзья меня зовут анатолий и вместе с вами сегодня хотел бы коротко порассуждать о такой теме как грязь давайте просто представим вначале к чему это слово имеет чаще всего отношения мы представим грязные руки и мы моем их достаточно часто в течение дня грязная одежда грязная квартира грязный пол грязная работа это тоже бывает грязь она встречается повсеместно и часто бывает погода которая сопутствует тому чтобы появилась грязь наши обуви одежде и есть понятие грязи физическая есть понятие грязи духовная духовная грязь это когда человек обманывает предает ругается матом ведет себя недостойно неадекватно и это все тоже встречается жизни людей когда мы пачкаем наши вещи то мы знаем как их отстирать как их почистить даже тогда когда мы запачкали наши вещи чем-то трудно смываемым промышленность работает над тем как бы выпускать такие моющие средства которые будут очищать даже трудно смываемые пятна с нашей одежды и что же делать людям когда они пачкаются духовно когда грязь входит в их сердце в разум в душу это гораздо сложнее очистить эту грязь и наверняка это не просто гораздо труднее для многих людей это просто даже и невозможно они по крайней мере не знают и не рассуждает на эту тему как очистить духовную грязь из разума сердца и души но на самом деле это слава богу существует сила в духовном мире которая помогает человеку избавляться от грязи и мы пачкаемся не только телесно но и духовно и поэтому иисус христос это та личность тот живой бог который может очищать человека вот грязи совершенной им или по отношению к нему кем-либо и поэтому необходимо призывать его имя и в посте с молитвой просить его о том чтобы он освободил очистил человеческое сознание его сердца также душу от той грязи с которой человек столкнулся в своей жизни грязь духовная физическая порассуждайте вы на эту тему я желаю вам божьей милости и благодати до свидания